И стремление зарабатывать я считаю что все-таки нет это странная Вообще само по себе, если разобрать по словам, ты как бы зарабатываешь, ну, работай, работай. То есть, а если музыка, то можно играть там музыку. Вот. То есть, а как-то зарабатывать на музыке, ну, это можно, конечно, там, не знаю, там, устроить там гонки на тракторах. Вот. Можно даже выиграть, наверное, гонки на тракторах, на тракторе. Вот. Но вот нет такого какого-то лютого стремления, нет, потому что, ну, наверное, другую музыку поиграли. То есть, заработать музыкой можно. Есть такие, ну, профессиональные такие, так скажем, рабочие музыканты. Это те, кто играет там не авторскую музыку, там, ну, они делают такое музыкальное обеспечение всяких мероприятий и так далее. Ну, вот это, наверное, музыка как работа. Вот. Ну, вот. Я этим не занимаюсь. Я считаю, что художник должен быть, ну, возможно, голодным, понимаешь? Одно дело, когда художник голодный, а другое дело, когда художник умирает от голода и вообще, то есть, он думает только о том, как ему кормить там себя. Ну, многие вещи, так скажем, они как-то так, ну, преувеличены, что ли. Наши рокстары, они все с высшим образованием, практически все вообще. То есть, ну, там, поэтому нет такого. Я нашел работу нормальную, вот, по своим востоковедным, по своей востоковедной специальности. Все. Точка. Я не подаю китайский язык. В общем, в общем, вот ответ, вот ответ. Хочешь заработать? Работай. Все. На самом деле, оно абсолютно ничего не значит, вот. И почему? Просто нужно было придумать какое-то название. То есть, оно вроде бы как читается по-русски относительно, ну, как бы, там, для русского уха, ну, как-то оно так, так скажем, оно транслитерируется, что ли, на русский язык нормально. Вот. Ну, и звучит как-то так. Мы начинали-то с того, что играли какой-то лютый дрим-поп, вот, и вроде под лютый дрим-поп оно вроде, вроде как, там, как-то котировалось. Вот. Ну, а так, так и осталось. Вот. Поэтому, ну, такое название, в общем, такое, что оно ничего не значит, и, то есть, нет такого вот, что вот, типа, наше название что-то выражает, в нем там какой-то лютый месседж, например. Вот. То есть, такого нету. Вот. Слушай, я думал, даже одна песня есть какая-то на английском, но у меня не получается, честно, и вот я не смогу, я не знаю так английский язык, чтобы написать что-то более или менее, ну, такое, вменяемое, так скажем, на английском. Я слушаю много импортной музыки и слушаю много даже отечественной музыки на импортном языке. И, как бы, ну, я вот часто, да, понимаю, что, ну, максимум, вот, что у нас удается на отечественной сцене, это написать музыку для магазина «Стокман», там, или для еще, для чего-нибудь, под которую, там, или, там, для, скажем, для распродажи в гипермаркете, лента, что-нибудь, что-нибудь такое, под которым можно ходить, выбирать себе, там, какие-нибудь ботинки или что-нибудь в этом роде. Владимир Уфлинт, вот, такой, вот, достаточно, достаточно классный дядька, ну, есть, был он, до 2007 года он был, кстати, такой, из одной тусовки с Бродским, вот, и такой, один из, ну, как бы, даже по технике, вот, именно по техническим вещам, он, ну, мне кажется, можно сопоставить, у него очень крутые рифмовки, то есть, там, никаких, там, там, глагольных рифмовок, там, убитых абсолютно, да, там, и вот это есть, то есть, это, наверное, если, а из такого любимого, я не могу сказать, что я, там, как-то, как-то, вот, там, сильно, как-то очень сильно интересуюсь поэзией. Ну, мне нравятся такие стихи, в которых нет какого-то лютого убойного пафоса, как будто человек, там, взирает, там, из космоса на бренную землю и, там, жалких людишек, ну, и так далее, и так далее. Или, там, что у него, там, вселенская печаль, там, от которой, там, листья в трубочку сворачиваются и небо чернеет и так далее. То есть, вот, вот это я как-то не очень понимаю, как-то, вот, не очень ценю. В детстве, вот, на Утилус Помпилиус ранний, то есть, вот, альбом, этот, Князь Тишины, там, какие-то парочку ранних концертников, вот, да, наверное, да, вот. Ну, вот у них, у них, там, там, ну, все классно, короче, какая-то такая музычка, вот, такая, странная на каких-то тех синтезаторах, там, этих, таких, стрёмных, вот. Вот, ну, ну, она клевая, она просто, она просто вот переда, она действительно, кстати, вот, они, без что характерны, ну, у них нет какой-то лютой политики, как у, скажем, Шевчука, да. Такого у них нет, у них есть что-то, но оно, как бы, действительно отражает какое-то настроение, оно его, как бы, создает, то есть, оно, вот, как-то вызывает какие-то ощущения. То есть, балдежа там, конечно, нет, вот, но вот, 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 наверное, это, ну, Летово, конечно, слышал, тоже. Кто там еще есть? Да много кто, на самом деле. Из отечественного, ну, из нового есть Пес и группа, есть очень клевая, вообще, клевейшая, недавно послушал. Афинаш, вот, Афинаш тоже, вот, Афинаш я котирую просто люто, всеми фибрами души, вот, очень клевая группа. Вот, и, ну, там все три группы, буду отсыковываю и никого не люблю, а Афинаш там просто, вообще, сплошнейшая победа над злом просто. Мне кажется, нужно. И как раз-таки побеждает, ну, зачастую побеждает, как бы, так продвигается куда-то. Именно тот, кто, несмотря, кстати, ни на что, так скажем, гонит что-то относительно форматное. То есть сейчас довольно много достаточно форматной музыки. Ну, тот же Афинаш, если взять. У них, вот, у собственного группы Афинаша, да, у них достаточно четкий формат, и он достаточно выдержанный. То есть он такой, там, там есть что-то, что вот четко есть, и есть четко чего нет. Да? Поэтому вполне, вполне, как ни странно. То есть многие группы, да, большая часть этим занимаются, но я не уверен, что стоит всем этим заниматься. И важно, многие, как бы, вот в этом, во всем, да, в такой куче, там, всяких жанров, когда ты можешь делать, там, все звуки у тебя, там, ну, они все есть, все доступны, можно писать любую музыку, да. Вот во всем этом очень легко потеряться и сделать, как бы, самому не понять, что ты делаешь и зачем, вот. Ну, да, это, скорее, не маяка и рамки в том числе. То есть какая-то стилистика, да, то есть какой-то стиль. Ну, это как Стив Джобс говорил, почему он носит все время одну и ту же одежду. Он говорит, что понятнее, проще, как бы, донести какой-то посыл до людей, да, и проще как-то стать узнаваемым. Есть группа «Хоспитал», например, они тоже из Комсомольска, вот. Они тоже уехали оттуда давно. Была группа «Наркотики», вот. Они из Хабаровска. Ну, как бы, это к музыке, на самом деле, сейчас не особо имеет отношение, потому что сейчас есть интернет. И, в принципе, то, что вот, как бы, ну, во многом кем, наверное, я встал по музыкальной части, это, наверное, именно было в Комсомольске, а не здесь. То есть, как бы, какое-то там питерское озарение, не уверен, что это ко мне как-то относится. Ну, потому что здесь есть университет, я, собственно, в университет ехал, а не музыку делать, поступать. Ну, вот, поступил, закончил. То есть, это к музыке мало имеет отношения. Я долго хотел стать профессиональным музыкантом. В какой-то момент стал на очень небольшой промежуток времени. Вот. И в итоге, да, это все сошло на нет, потому что я очень быстро понял, что, ну, я не тот человек, который хочет вот только играть. То есть, мне важен какой-то там, ну, какой-то, какой-то вот такой взгляд на мир, короче, то, что не связано с музыкой. То есть, этого должно, как бы, как бы, ну, захотеться. То есть, как бы, это как, знаешь, когда, там, не знаю, банкет на Новый год, там, не знаю, все нажираются, никто не ест салата. Потом все, там, с утра голодные. Салат уже хоть и постоял в холодильнике, но он вообще вот так в тему. Вот так в тему прям. Вот, вот, я вот считаю, что, ну, у меня так. А здесь нет, нет, именно вот к такому, наверное, там, 18, там, 30, может быть, где-то такого. Ну, и социального, там, статуса, да, не какой-то там, не музыка, там, для лютых, богатых чуваков на корпоративах, ну, и не для лютых, там, людей, которые, там, голодные художники на днище, которые считают, что они должны умирать и так далее. Ты плохо делаешь вообще мне В моей душе рвет прибор Я хочу быть с тобой не тут Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!